Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Это студия игрокам ТВ, у микрофона друг, и мы начинаем трансляцию The International 2015, квалификации Европы, и у нас Best of Five, который плавно превращается в Best of Three. То есть, выиграть надо еще две игры, как команде Natus Vincere, так и команде Vega Squadron, счет 1-1 на данном этапе, ну и впереди по максимуму, конечно, три игры. Может, и за две игры решат у нас ребята, кто поедет прямым участникам International, а кому добираться туда на попутках каким-нибудь тайным грузом на каком-то китайском пароме и бороться за квалификации, бороться за вайлдкарты. Это, конечно, непростая совершенно задача будет, я уверен, лучше уже здесь попотеть, да спокойненько отдыхать до 3 августа. Команда Vega Squadron забрала уже себе гирокоптера, и забрала она его не просто так, она его забрала у хвоста. И видим, что он Vega Squadron последним баном отправляет у нас в никуда Найкса. Лайфстиллер для хвоста, в общем-то, классическая схема, и я вижу, что пик по команде Na'Vi тут более чем классический, Beastmaster, Quapa, то есть все, кем Na'Vi играют, любят играть, кем они уже ни одну игру выигрывали. Ну и теперь, собственно, последний пик, последний пик, и героя для хвоста я не вижу, то есть надо выбрать какого-то мощного керри. Я уже соскучился по антимагу, по войду, а по Джаггернауту нет. По Джаггернауту никто не соскучился, он немножко достал, да, он очень жгучий сам по себе, понятное дело, что в современной доте один из мощнейших керри, но то, что он предостал, это факт. Ну и теперь геррокоптер или Джаггернаут, тут вопрос остается открытым. No'One забирает себе Shadow Fender, Мак будет на Никс Ассасине стоять в сложную, Соло будет играть на Дизрапторе, геррокоптер для Паши и Даззл у нас для Сиомы Заслеера. Со стороны команды Natus Vincere. Артстайл на Ancient Operation, Фаник забирает себе в сложную Beastmaster, Квапа для Дэнди, Санейка будет брать себе Шейкера и Джаггернаут для хвоста. По расстановке линий, вообще тут у Na'Vi да и гадать нечего. Трипла и плюс мид, плюс оффлейн для Фаника на Beastmaster вообще и выдумывать нечего. Ну и со стороны команды Vega Squadron тоже, в принципе, у меня вопросов никаких. Сиомы Заслеер и Соло идут у нас нянчить геррокоптера на нижний лайн. В легкую идет Трипла здесь, а здесь, кстати, куда отправят Триплу игроки команды Na'Vi? Точно так же в легкую. У нас самая стандартная дота. Теперь все будет зависеть от рук. Никаких инноваций, никаких нестандартных шагов. Взяли тех, кем умеем играть и стараемся сыграть лучше, чем это сможет сделать соперник. Никс Ассасин от мага будет стоять Соло против очень даже серьезной Триплы. Жирные Триплы, Триплы с огромным количеством дэмэджа, да и функционал тут достаточно мощный. Колдфит от Ancient Operation и фиссура от Шейкера. Очень много проблем может магу организовать. Саннейка побежал за магом. На тебе, вонючий маг. Разменялись ударами, такое ощущение, что просто пятюню друг другу дали и разошлись. Поприветствовали друг друга, отлично. Вот это фэйрплей. Как после гонга вообще в боксе. Ударили в перчатку, за удар не считается. Ну, в принципе, вроде как касание было. Но еще, еще, Санейка решил новую какую-то... Какое-то новое афроамериканское приветствие какое-то разучить. По пять, по шесть ударов. Маг против. Мой поганый расист. Сёма Зе Слэйер. Пока что на мидлейне, но это до поры до времени. Пока тут No One не подошел. Ну и Сёма тут немножко подстопит крипов и заберет обсервы. В общем-то, другой задачи на мидлейне для Даззла быть не может. Даззл не из тех, кто у нас остается на миде и Харасит. Это вам не Виверна, это вам не Скайра Смак, о котором, к счастью, уже забыли команды. Так что, конечно, уйдет у нас отсюда Даззл. На легкой линии уже Паша расположен. Ну и где-то здесь... Да, вот он, вот он, Солон Дизрапторе. Дизраптор, разумеется, будет у нас саппортить Геррокоптера. Ну и смещается Артстайл на топ, уже на топе у нас Санейка. Ну и, конечно же, Хвост, который будет отвечать за фарм в составе команды Natos Vincere. Дэнди на миде стоит против СФ. Квапа против СФ вообще более классического противостояния, да и представить нельзя даже. Фаник на Бестмастере будет стоять против Триплы. Для него ситуация не самая комфортная. Но, с другой стороны, левел свой Бестмастер получать должен. Вряд ли здесь Соло сильно ему настреляет, потому что один кабан от Фаника мощнее, чем Соло, в принципе. Поэтому Дизраптор тут может и сам агрести, если будет слишком агрессивно харасить своего оппонента. Короче говоря, что гадать. Быстрее бы отжали паузу, да мы посмотрели бы, как вообще все происходит. Вот. Нави уже проигрывает по голде 300. Такое вот начало баунти руны, я так понимаю. А как так? Вроде же баунти руну забрал у нас здесь СФ, здесь Квапа. Тогда какого пса Нави проигрывает 300 по голде? Вообще не ясно. Ну, может быть графики врут. Такое может быть. Ну и Санейка с одной единственной целью стал здесь. Вот ради этого Бульдога, который может здесь встрять. Если, конечно, не до контроля, то Санейка мили атака, поэтому ударить Санейка не сможет Курьера. Слишком часто вот Сему Зе Слеера может немножко подхарасить здесь. Все, Санейка должен уходить. Нет, стоит, а просто с каменным лицом стоит. Курьер же пойдет назад. Нормально. Тотеннул под ноги себе, чтобы Курьера со старта забрать. Курьера отправили через лес. Вега, Сквадрон не первый раз играют в доту, поэтому так вот на таких детских ошибках их не поймать. Сема Зе Слеер пока что недалеко у нас от Ноуана. Возможно, Сема вообще не будет уходить с линии до поры до времени. То есть по возможности где-то хилить Ноуана. А если не хилить, то идти, например... Так, мага у нас цепляет команда Нави на топ-лейне. Немножко подхарасили и отпустили. Закончим мысль. Сема Зе Слеер, если и не хилить Ноуана, если у него все в принципе будет ровненько, то вот, собственно, его цель. Один спот, второй спот. Для Радиент стороны это просто обязательное абсолютно явление. Должны все время здесь быть не один, а по несколько спаунов, крипов. Потому что, во-первых, это легко для мидера делать. А, во-вторых, для мидера СФ это делать еще легче, чем для любого другого. Два койла и у тебя лишние 500 голды в кармане. Ну, кто от такого откажется? Вега выигрывает по голде 400, по экспириенсу 150 в пользу команды Вега Сквадрон. Ну, Санейка. Вроде бы и харасит здесь мага. А с другой стороны и отхватывает Санейка плотинга. Хеллингвард у нас здесь. От хвоста под доспелый маг начинает настреливать по Санейка. Но это противостояние пока, по-моему, единственный нормальный контакт у нас на карте. Дэнди с Ноуаном харася друг друга и отпеваются. Бьют и отпеваются. Дэнди, Шадоу Страйк в Ноуане. Шадоу Страйку Дэнди в приоритете, второго левела уже. Ноуан в Некромастере первого левела и Кайлы в два в кача. По фарму Ноуан 10 на 1, Дэнди 9 на 3. Все относительно ровно. По нашим мейнкерри. Паша уже 16 на 11. У хвоста, в свою очередь, 14 на 4. Но здесь тоже пачка удачная. Уберите вы эту дрянь с карты. Худшее вообще, что кто-то производил после халата Шторм Спирита. Ноуан уже с Тапком. Есть Тапок, есть Боттл. Дэнди, в свою очередь, есть. Ноу Талисман нет Тапка и обузится Боттл в курье. Дэнди вообще не реагирует просто на Кайлы. Один дал, но второго точно не будет. Второй дал, но третьего точно не будет. Ноуан просто третий не стал заряжать, потому что слишком высоко надо было бы подняться. Там под Шадоу Страйком и Скрим оф Пейн можно было Ноуану и отъехать. Нави променяли классического Ворона на современную Виверну, которая есть у всех Рахитов. Я вам говорю точно, потому что у меня она есть. Ноуана у нас Дэнди пытается прохарасить. Но здесь, кстати, с Кайлами вообще удивительная и прям завидная точность от Шадоу Финда. По-моему, 100% Кайлов залетели точно в Квапу. Квапа не самый жирный герой, поэтому такой дэмэдж может в свою очередь и критичным стать для Дэнди. Ну что, зацепили у нас Мага. Под ноги Колд Фит. Еще и Санейка здесь топнул. Маг здесь отваливается. ФБ для команды Натус Винс. После первой проигранной игры Нави, я смотрю, немного здесь озверели. Челлингтач на хвоста. Да и не только на хвоста. И сам Артстайл под Челлингтачем нормально с руки бьет. Ну и Магу более чем достаточно. Первый фраг для команды Натус Винсер. По голде они должны сейчас уже повести. В это время Паша на гирокоптере 30 на 20. У хвоста 27 на 6. То есть хвост наверняка в плюсе. Да, 2500 для хвоста и 2300 для Паши. ФБ забирает у нас Джиггернаут. СФ проседает на мидлейне. Дэнди СФ мог бы и забрать, но недалеко был Сема Зе Слеер. Кстати, знал бы Дэнди, что здесь нет шала у Грейва. Я думаю, на Ноуана пошел бы. Но идти бы ковать, если ты не знаешь, есть ли Грейв или нет Грейва у Дазла. Это проблема. За 5 секунд от Дэнди ничего бы не осталось. Так что тут понятно, что Данил сыграл Сейвова. Не было смысла тут, в принципе, баковать. Все, Ма, остается в соло против Дэнди. В это время Шейкер у нас проседает, потому что для кого-то что-то стакал. Да, это все то ли для Дэнди, то ли для самого Санейка. В принципе, через тотем и через фиссуру. Это сложно, конечно, долго, но убивается Шейкером. Пока что откладывается фарм в лесу от команды Нави. А вот Шадоффинт у нас, в принципе, уже в лес один раз смещался и будет продолжать это делать. Нижний спот пока что просто множится. Здесь Урсы, здесь Совы у нас. По-моему, три стака. Нет, еще и Сатиры. Четыре стака уже. Всех по чуть-чуть. Просто ассортиз всех нейтральных крипов. Но Ван с Кайлами третьего левела должен забирать всю эту пачку. Сейчас у него 200 по голде. Всегда было интересно, сколько это все стоит. Четыре пачки. Сколько они стоят? Классный Койл. Идеальный Койл от Но Ван. Просто по одному крипу из 5000 крипов, которые здесь были. А сейчас был бы Койл, уже можно было с руки добивать. Ладно, не все сразу. Ну и ближний от Но Вана. Ну, по голде 600 заработал. Тоже неплохо, согласитесь. За 2 секунды по голде заработать 600. Первая партия, если бы Кайлов попал бы, то уже были бы эти деньги. Ну, 5-6 секунд потратил, тоже не критично. При учете того фарма, который зарабатывает. В общем-то, неплохо. Соник Вейв есть у Дэнди. Он подходит у нас в спину Но Вану. Недалеко с Амазос Вейер. Шалу Грейв у него есть. Ну и Дэнди уходит отсюда. И Маг. Офигительный просто. Ипл от Мага. Ну и не такая фиссура от Сонейка. Когда я говорю не такая, я имею в виду точная. Соло харасит Фаннику. Фанника просто великолепно. Все по крип-стату. 3 на 1. Фанник у нас уходит вниз. Ну и тут Фанник, наверное, не жилец. Фанник разворачивается поближе к Сонейка. Фанника оставляют в покое. Дэнди дальше за Соло. Соло в таверну. Второй килл для команды Нави. Какой крутой байт. Это Фанник просто. Я представляю это общение в Тим Спике. Ребята, я разлил на ульт. Гоу Файт. Фанника странно, что не стерла команда Вега Сквадро. Он должны были забирать. Но может почувствовали, что и вдвоем могут здесь слиться. Разменяли только Соло. Вообще у Фанника обратите внимание по крипам, как дела обстоят. 4 на 2. Только что было 3-1 или 3-0. Фанник просто нищий в данной игре. Ну, теперь хотя бы один ассист есть. Хоть какие-то деньги капнули. Вообще Фанник идет хуже, чем идет Дазл. Хуже, чем идет Маг. Ну и лучше, хуже Фанника только Артстайл и Соло. Стыдом должно быть. Ну что, Вега выигрывает все равно по золоту. Так, у нас проседает по ХП. Здесь Артстайл. Артстайл закрывают в Кинетик Филд. Он его легко переживает. Ну вот, Глимс пережить возможности никакой. Соло отомстил за фраг внизу на нем. Ну и вместе с магом забирают у нас Ancient Operation. А фраг достается Дизраптору. Сколько за Артстайл? 353 дали за Артстайл по золоту, 280 по ХП. В общем-то, графики у нас достаточно ровно идут. Но движение графиков, в общем-то, в пользу команды Вега Сквадро. И здесь уже учитываются вот эти крипы, которых... Так, забрали у нас в это время быстренько мага через Omni Slash. Это делает Джаггернаут. Последний какой-то взмах мяча было видно. Все, что я успел заметить. Ну и, соответственно, вы тоже. 3-1 нави повели по счету. Так вот, учитываются уже и крипы, которых забирает команда Вега в лесу. Сёма The Slayer моментально, чтобы не мучать вообще Сёму, не заставлять этот Шалу Грейв лишний раз прокликивать стёр его Дэнди благодаря Соник Вейву. 4-1 нави по фрагам начинают отрываться. По голде тоже своё отставание сокращают. И я думаю, что ещё 2-3 минуты нави выйдут вперёд. Потому что давят они сейчас. В любом файте задавят фрагами. Дальше деньги сами собой потекут. Там левел дополнительный будет. Там будет больше возможностей для фарма. Да и команда Вега-Сквадрон нет-нет. Да и трусить будет, файтится где-нибудь в открытой драке против команды Нави. И Фаник даже уже начал зарабатывать деньги. Как попёрло-то, а? 10... 10... Куда там 10? Теперь вот 10 у Фаника крипов. В принципе, неплохо, да? Согласитесь. На 10-ой минуте 10 крипов. Просто отец Доты пришёл. 18 на 7 у Артстайла. 45 у Дэнди. И 80 для Ноуана. Ну и Геррокоптер с хвостом очень ровно идут. 68-67. Джаггер сместился у нас в лес. У Джаггера уже есть фейсбуцы. Есть Ринго Факвила. И Мордип Маск для хвоста также имеется. Рецепт на Мом уже летит для Джаггера. Уже есть. Так, все проседают по ХП и везде. Мага у нас подстопили. Фессура от Санейка. Очень удачная киллинг спри уже для Дэнди. Да и под Челентачем тут, конечно, магу вообще непросто. Ну и на артефакты посмотрите. С какого хрена ему вообще выживать в файтах? Один фурман шилд и один бутс оф спид. Это при том, что Дэнди у нас основной дэмэдж всё-таки магический наносит. Артстайл запустил у нас... Так, надо переезжать её. Потому что проиграем скорости. Отстайл запустил у нас Айс Бласт на нижний лайн. По-троим. Ну и я думаю, Нави, если сюда не сместятся, то плевать абсолютно команде Вега на этот Айс Бласт. Мека уже готова у СФ. Вот так вот не зря отстайл. Дэнди в это время у нас убивает на мидлейне Дазла. Это не считается. Даже в это время команда Вега Сквадрон пушит нижний лайн. И если не подойти под сейвить, то Т1, конечно, Вега заберут. И бояться. Вот о чём я говорю. Как только глиф провязали, то есть активные действия от команды Нави, и команда Вега Сквадрон уже начинает думать, стоит ли туда лезть или лучше не повторять. То, что 6 раз уже произошло в этой катке. 1-6. Нави выигрывают по голде. Они уже вышли в плюс 600. И по экспириенсу более 500. Ну и по голде. Под 800 уже в пользу команды Нави. Соло. Влетает у нас Айс Бласт. Соло рассыпается. 7-1. Фактически в настольном теннисе тоже техническая была бы. Вега могли бы в следующую катку уже готовиться. Он тут в доте и не такое комбетчится. Да я и в теннисе не такое комбетчил. Нави 1200 по голде. По экспириенсу 750. Тоже для них. Ну что, 12 минут сыграно. Давайте по артефакту пробежимся. Начали с Фаника. Лучше не смотреть. Ну, Фаника в принципе здесь без рецепта. Первый некрономикон есть. Ну, так-то смотрится, конечно, очень убого. Бутсов спид бы еще можно в кабана было вложить. Фаник вообще великолепно смотрелся. Прайси дает по хп 0-1 у нас на мидлейне. По дайс Бластам здесь 0-1. Кстати, арт стайл неимоверно хорошо начал играть на Ancient Operation. И до этого я все, что смотрел по квалификации. Конечно, Айс Бласт у арт стайла не самая сильная его сторона. Попал, по-моему, единожды в игре против Вега. Но так единожды, что там Нави 20000 умудрились перевернуть. Отставание. Хвост сомни слэшем. Блимсует назад хвоста. Хвост, в принципе, на Блэйд Фьюри вертел этот блимс. Ну и Соло. Соло на хосте не знает, куда метнуться просто. Дэнди мог бы, в принципе, прыгать, но блим только через 2 секунды. Никс Ассасин забирает Ancient Operation. А это все на топ-лейне. Не успел я даже переключиться. 2-7 счет. Бедный ястреб. Кинетик Филл Дистратор закрывал Ястреба. Это вообще горячка какая-то от команды Вега Сквадрон. Нашли, кого закрывать. То есть деревья не останавливают Ястреба. Все глифы не останавливают Ястреба. А Кинетик Филл должен был остановить. Может быть, разве что для Вижена. Ну что, у Фаника уже есть Праймал Рор. Нет на него маны. Сам скилл имеется. С мана отрегеницей можно будет организовать нормальный файт. У Паши в это время девятый левел. Кулдаун есть. Четвертый флэк Кэнон. И заметьте, у Герокоптера только первого левела Рокет Бараж. В плюсы у нас пошел Паша. Видимо, давит все-таки своим авторитетом Нави. Да и агрессивной игрой на ранних этапах. Паша решил более-менее обезопасить себя. Потому что то, с какой скоростью маг льется. То же самое может и Паша у нас ожидать. Соло на лоу ХП. Паша практически на лоу ХП. Ну и выходит на Фаник. А Фаник отсюда не уйдет. Соло есть. Статик Шторм. Кулдаун под ноги Фанику. И Фаник здесь, в принципе, умирает. Сандер Страйк. Койл от Ноу Вана. И даже то, что второй заряд кулдауна не получил Фаник, его не спасло. 3-7. Вот вам и камбэк. Полторы тысячи Нави выигрывали по голде. Теперь 600. По Экспириенсу выигрывали 1200. Теперь почти в ноль. У Никс Ассасина даже появляется Аркан Буцы. У Фаника до сих пор ничего. Бестмастер собрал себе на первым серьезным артефактом на 14-й минуте. Фаник покупает себе Блинк Даггер. Забил он на Некров. Нестандартный. Просто разрыв шаблонов против системы пошел у нас Фаник. Ну и Артстайл уже просветил Рошана. Я не думаю, что Вега Эсквадрон выйдет сейчас на Роху. Убивать его практически нечем. Лесных героев у команды Вега Эсквадрон нет. Поэтому никакую животинушку, чтобы тиранил Рошан, привезти команда Вега Эсквадрон не сможет. А танковать по сути некому. Игрокоптер вряд ли у нас сейчас будет танковать на 10-м левеле Роху. С Рокет Баража первого левела, да и с Флэк Кэноном. Там дэмэджа не так много у команды Вега Эсквадрон. Да и здесь минус деф от Нувана не вкачан. Только в один. Так что быстро сливаться он не должен. Да, Дазл, конечно, мог бы полезные вещи сделать. Ну что, у нас Никс Ассасин опять забирает капитана команды нами. Соло получает много дэмэджа у нас от Дэнди. Дэнди глимсует за 3-9 земель. Соло здесь заберут. А, кстати, как далеко Дэнди у нас отбросила? На мидлейн у нас отбросила Дэнди. И Джаггер Наут забирает даблкил. Это даже лучше для команды Нави. Хвост уходит в отрыв. Он Этворс у хвоста 7500. Он даже СФ опередил. И Герокоптера на 1000 обгоняет у нас Александр. У Джаггера уже есть Яша. Хвост пойдет по стандарту. Сэнджин Яша, Мэск оф Мэднес и Фейсбуцы. И вот, пожалуйста, в подтверждение моих слов Огр Клаб уже появляется у хвоста. Дэнди по артефактам. Первым артефактом собирает себе БКБ. Санейка. Солринг есть. Есть Транквил Буцы. 570 по экспириенсу у Джаггера. Мы видели, что там. Шейкер. Солринг Транквил Буцы. Да, это мы только что видели. Бестмастер у нас с Даггером. Больше ничего нет. Один тапок. Ну что, у нас какой-то файт здесь, да? Ну не зря же сюда Бестмастер врывался. Нет, не врывается никуда. У нас Бестмастер. Все отменено. Кого я не посмотрел? Джаггера видел. Ancient Operation. Вот оно. Счастье для Артстайла. Попадает по Паше. И видят его. И что? И заберут Пашу. Вот так вот Артстайл у нас начинает файты. А что вообще по Вижену? Как так? Как так получилось? Что здесь, наверное? Ну здесь, да. Здесь Нави видели у нас Герокоптера. Ну, на самом деле скиллок-то. Очень дерзкий у Артстайла. То есть пойдет он туда, не пойдет. Так, на веру давал туда Айсбласт. Айсбласт оказался точным. А дальше уже просто вопрос техники. Нави было развалить Герокоптер. 4-10. Нави ведут по счету. 1700 они выигрывают по Экспиренцию. И более 2,5 выигрывают по Золоту. И более 2,5 по Экспиренцию еще один Айсбласт от Артстайла. И тоже точный. То есть либо это фул рейндж, либо это лоу рейндж. Артстайл везде попадает. Какой молочага. Прямо хоть капитаном дело его. Hand of Midas появляется для Артстайла. И это прямой выход в Аганим. И стоит сказать, что по этой игре, по этим Айсбластам, Аганим тут маст хэв для Ancient Operation. То есть он более чем оправдан. В любом случае, для Ancient Operation Аганим это обязательная вещь. Просто в некоторых играх Ancient Operation из Аганима может мазать точно так же, как и без него. Здесь немного другая ситуация. Нави со своим аппаратом угадали на 5 с плюсом. Паша перемещается на Ancient. В это время команда Na'Vi фармит другого Ancient немножко. Ну и получается, в общем-то, неплохо. Близко у нас команда Vega Squadron даже и не подходит. Да и прочекать некому. Мертвый кабан. Живой броненосец. Ну и падает у нас Роха и Aegis поднимает хвост. К артефактам команды Vega Squadron давайте пробежимся. Медальон собирает у нас Dazzle. Есть у Дезраптора уже Урнов Шадоуз. Есть для него Транквил Буцит. Соло, в общем-то, неплохо нафармил. У Нована есть Мека, есть Пауэр Трэдс, есть БКБ. Тоже неплохой сейв вариант. Ну и Мак у нас с одними Аркан Буцами. 1400 тоже для него. У Герокоптера, в свою очередь, есть Яша. Скорее всего, в БКБ выходит Паша. Яша и Паша. Ну и по команде Na'Vi мы, в принципе, все видели. У Джаггера уже появляется Сен-Жен-Яша. Наполовину свою сборку Джаггер закончил. Еще 20 минут у Джаггера будет просто огромнейшее количество артефактов. Джаггер фармит достаточно быстро. И видим, что на 2000 перефармливает Герокоптера. Джаггер без сплэша. То есть, Battle Fury у Джаггера нет. И Магнуса в команде Na'Vi тоже не имеется. То есть, Джаггер по одиноким целям бьет. А Герокоптер в это время флагкеноном у нас фармит. И, кстати, глянем, что сейчас будет с Герокоптером и его флагкеноном. Хвост не туда. Не туда вообще. Попадают у нас айс-бластом по Паше. А почему Хвост умудрился не выйти на Пашу? Тут он не слэш, просто уничтожил бы Пашу. Ладно. Это его личное дело. Как нам понять этих мейнкерри профессиональных команд? Шейкер от Санейка. Уже практически с Даггером. 2000 по уголке есть для Шейкера. В принципе, теперь скиллов Санейка жалеть не будет. Все ради фарма. 50 копеек остается Санейка. А, и Транквил Бутсы есть для Шейкера. Я думал, что голый Даггер будет. У Бистмастера уже появляется Белт оф Стрэндж. Это точно не Пойнт Бустер. Я вам 100% говорю. Ой, не Пойнт Бустер. Не Пауэр Трэдс. Сейчас будет... Некрономикон третьего левела. Потом, наверное, Аганим. А потом уже, может быть, появится ПТ. А может и не появится до конца игры. Бист, в принципе, независим у нас. Особенно от мувспида. Врывается все равно с Даггера. Убежать от него из-за кабана тоже никто не может. Ну и в файтах ему, главное, хорошо выглядеть. С Некрами, с Аганимом. А то, с какой скоростью он бегает, это, в принципе, без разницы. По ХП тоже прирост приличный для Биста. Поэтому не сильно он страдает. У Хвоста 1600 уже ХП. Это тот герой, Джаггернаут, который сильно страдает у нас от недостатка статов. Ну и видите, что ХП тут максимальное количество в составе команды Нави. Да и у команды Вега Сквадрон ни у кого такого количества ХП не имеется, в принципе. 680 для Дазла. Класс. Ну и что будет с ним делать аппарат, вообще даже боюсь представить. Ну что, Нави давят. У Нави все складывается великолепно. Они выигрывают 4,5 по золоту, 4,5 по экспириенсу. Команде Вега Сквадрон надо, хотел сказать, что собираться вместе и выигрывать файт. Но понимаю, что без артефактов этот герокоптер, например, ничего сделать не сможет. И даже с тем артефактом, который собирает Паша, он тоже ничего сделать не сможет, по крайней мере, Хвосту. Хвост через Омни Слэш герокоптера забирает за секунду. То есть полностью вкастованный Омни Слэш в одного Пашу от Паши живого места на Паше не оставит. Соло уже психовать начинает. Просто деревья закрывает в кинетик филды. Это чье? Это герокоптера? Да. Паша у нас Лайс Бласт ловит на мидлейне. Уже сюда летит Бестмастер. Поздновато немножко. Можно было бы наорать и прорезать Пашу. Чтоб не расслаблялся. Но не случилось. У Хвоста уже есть Омни Слэш. Маг с Вендетой. Поэтому Маг от Омни Слэша, в принципе, уйти сможет. Просветки тоже, да, у Хвоста никакой. А рядом тоже никакой просветки. Ну и Хвост вместе с Хилингвардом просто отсюда отходит. Тавр, скорее всего, будет дефаться. Соло здесь. Сема Зес Лайер тоже здесь. Не уверен, что они втроем. Вот эти три полурахита смогут задефать против Майнкерри и Саппорта с офигенно мощным... С офигенно мощным ультом. Отлично, Соло. Как раз сместился очень даже удачно. Хвост забирает Тавр. Второй Тавр для Хвоста. Минлейн упал для Хвоста и... Что? Что это Хвост, по поводу которого я горел в прошлой игре против команды Фрэнкерсен Си Кэптон вот в первом матче? Это Хвост, который БКБ на гирокоптере на 50-й минуте не мог собрать. Теперь Хвост собирает на Джаггернауте БКБ. Приехали вообще. Это, видимо, так его замучили Хвоста все и вся. И руководство, и вся команда, да и комьюнити, наверное, поиздевалась уже над Хвостом без БКБшным. Что Хвост теперь у нас на Джаггернауте собирает БКБ. Я думаю, было бы время... Точнее, дали бы Найкса. И на Найксе Хвост собрал бы БКБ и пусть собирает на самом деле. А то как-то на таком расслабоне якорям проиграли Нави, что страшно было на это смотреть. У Шейкера уже есть Даггер. У Шейкера есть Сауринг, есть Танквил Буцы. В принципе, по фарму Санейка тут великолепно себя чувствует. Еще и Чужой Топорик носит с собой. Ну, куча места. Молодец. У Квапы появляется Ultimate Orb. Дэнди будет выходить в относительно быстрый Хекс. Как я понимаю, если это вообще Хекс. Если это не Линка для Джаггернаута. Линка есть ли вообще против кого смысл ее собирать? Да, в принципе, и нет. Что-то Дезраптор с Глимсом разве что не серьезно. Шадоффинта, разумеется, нет. И Никс Ассасин тоже ничего такого серьезного не имеет, чтобы собирать Линкенсферу. Ну что, Паша у нас подом не слэшем. И ульта у нас с аппаратом. Кстати, да, Хвост не разбирает у нас Пашу подом не слэшем. Тут, конечно, Паша догорит. Ancient Operation. Забирает у нас Гирокоптера. Хвост, юзает БКБ и в мага. Сквозь Карапейс бьет достаточно легко. Кинетик Филд и Статик Шторм у нас. Маг будет стараться отсюда уйти. Дэнди-то его доедает. Здесь в это время разваливает у нас Соло. И где ты? Где ты, Никс Ассасин? Соло. Ну все. Соло умирает. И Никс Ассасин в Виндете уходит у нас. Ушел Никс Ассасин в Виндете. Три в ноль дерется Нави. Unstoppable для хвоста. Ну что? По золоту здесь Нави 1300 выиграли. По экспириенсу 2500. Ну и по-моему по графикам там у команды Вега Сквадрон просто печаль полнейшая. У Артстайла уже есть Блэйд и Фалакрит и Ставфизодрия Огер Клаб. И осталось только накопить на поинт бустер. С Хэнд оф Медас, да и с тем, как Артстайл запускает у нас Айс Бласты, я думаю, что это вопрос ну трех, максимум четырех минут. По экспе Нави выигрывают 7000, по золоту уже почти 9 в пользу команды Натус Виндзер. Не Артстайл уже, Айс Бласт просто на крипов. Не, ну а че мне фарм нужен? Молодец. Ну и еще Медас Лейеру здесь досталось. Бедный вышел посмотреть вообще, как там лоу-граунд поживает. Спустился с базы пацан. Теперь всю ману придется слить на то, чтобы похилить себя. Просто балкон упал сверху на Дазда или рояль. С наковальней внутри. И неожиданно плохо все складывается для команды Вега Сквадрон. В первой катке они смотрелись очень уверенно, а теперь Нави показали зубы. И команды Вега Сквадрон немного здесь сливается. По фарму Гирокоптер у меня вызывает много вопросов. Хвост перефармливает Гирокоптера на 3500 на 25 минуте. Еще раз напомню, Флэг Кэнон здесь есть. Он промакшен у Паши и убивает пачки крипов он тремя выстрелами. Для него это просто элементарно. Но хвост с такой скоростью фармит и так часто у нас убивает, что, в принципе, бедняга Гирокоптер у нас отстает достаточно сильно. Ну и у хвоста видим, что уже появляется Деменедж. И остается 2000 до появления МКБ. Фаник у нас покупает вторые Некра прям-таки сразу. Молодцом. Есть Даггер, буду третий Некра. Может, дальше увидим ПТ. Вот она интрига в этом матче. Будет ПТ на фанике или не будет. Ух. Я аж... Распереживался по этому поводу. Нави 8 по золоту, по экспириенсу тоже 8 в пользу Натус Винцер. Ну и Санейка пошел фармить, а? Время, в принципе, есть, пока там Нави собирается кучкой. В принципе, почему бы и не пофармить? У СФа появляется Манта Стайл. Это избавляться от Джаггернаута, надоедливого. И фактически не умирать хотя бы в... Омнислэше Джаггера. У Никс Ассасина появился Даггер. Маг старается как может. У мага 2-5-1 КДА, но, я смотрю, не унывает совсем. 1-4 для Дезраптора. У Гирокоптера 0-2-1. Ноуан здесь 1-0-0. И кто еще? И Даззл, Даззл 0-3-0. Ну, у команды Вега Сквадрон вообще печальная абсолютно ситуация. С другой стороны, чего еще было ожидать? По пику, конечно, у команды Нави тут функционал великолепный. Иди к черту со своей Арканой. Ну что, Хвост вгрызается здесь в Нована. Хвост без Хилингварда. Кстати, пошел у нас Омнислэш от Хвоста. Ну и Хвост здесь и выйдет, в принципе, ульту у Нована. Но потом немножко подразвалился Хвост. И Викед Сикс Трик отдает. Кто забирает? Гирокоптер забирает у нас. 900 голды с одного Хвоста. Санейка. Эхо слэм по голове Паши. Стадик Шторм Санейка. Стадик Шторм Дэнди. Минус 3 уже делает команда Вега Сквадрон. Нормально развалили. Огрызнулись просто на 5 с плюсом. По голде здесь 3 400. Что такое? Как так дорого можно вообще платить? Полетела ульта аппарата. Ни в кого. Ну и 6 100 по экспириенсу зарабатывает Вега Сквадрон. Нормально. Это я знаю эту тактику. Это просто давать стрики набивать команде соперника, чтобы потом все забрать. То есть ты понимаешь, что ты в любом случае их поубиваешь. А вот потом, когда я его убью, мне 2 миллиона просто капнет. В депозит обналичили игроки команды Вега Сквадрон. По золоту Нави 6 выигрывает. По экспириенсу 7 500. Но я думаю, обновление графиков эту ситуацию исправит. Так ну что, по гирокоптеру. Уже есть манта стайл для него. Тут все стараются обезопасить себя от джаггернаута. Ну и, наверное, максимально верное решение. Все-таки кроме джаггера никто как сумасшедший не фармит. Посмотрите, здесь джаггер 16 500. Дальше до дэнди пропасть в 5 500. Поэтому смысл, конечно, в этом имеется. Дальше у нас фаник. Дальше у нас отстайл. Ну и дальше маг соло. Тут ребята за гранью бедности. Что маг, что соло, что Сема Зе Слеер. Вообще больно смотреть на дазла. Дазла оставили не только без фарма, но и без возможности просто насобирать себе золото. Потому что постоянно его убивают. Постоянно сливают копеечки, которые он там себе насобирал. Ну и Санейка 4 300. И то, и то же не соло все-таки. Ну и артстайл 7 000 на 30 минуте для фулл саппорта. По-моему, очень даже приличная схема. Ну что, Вега под смоком. Поднимаются на хайграунд команды Нави по мидлейну. Их увидел Санейка. И об этом знают игроки команды Вега. Потому что смок с них спал. Кинедик филд по Санейка. Он отсюда просто уходит на даггере. Ну что, Вега решили подпушить. Так, сколько же они отыграли? Они отыграли 3 000 по золоту. По экспириенсу тоже более 3 000 отыграла Вега с квадрон. Нормально, но Ван ТП шнулся вообще? Что это? Как это? Просто делает ТП-аут назад. Чтоб пешком не возвращаться. ТП шнулся на Т2. Кабан настреливает по магу. Врыв у нас от Санейка по соло. Соло не дадут статик-шторм хастовать. Развалили соло. Развалили здесь все музея с лейера. Но Ван юзает ульту. И хвост начинает вроде бы наваливать по но Вану. А вроде и просто рассыпаться. Но здесь гирокоптер плюс но Ван хвоста просто унизили. Формил-формил всю игру. Как-то приунывал-приунывал. И что-то приуныл. Да, хвоста тут вообще не жалеют. 724 за одного хвоста. Это при том, что двух героев потеряли. Но потеряли саппортов. Которые и так у нас умирали бы от взрывной волны. А забрали мейнкерри. Причем мейнкерри, который топнет ворс на карте. Ну уже это, я думаю, скоро закончится. Гирокоптер выглядит очень серьезно. У команды Вега есть два физддшника. Это Паша и это Ноуан. Те, которые с руки валят. У команды Нави только один. Хвост. Да, может быть хвост где-то в соло драке под Хеллингвардом. Может разбить лицо у нас гирокоптеру. Или, например, Шадоуфинду. Но когда они вдвоем собираются, хвост в принципе не боец. И у меня слэш у нас становится уже бесполезной. Все-таки две Манта Стайл есть в составе команды Вега Складрон. И там в никуда у нас отправляются все удары Джаггера под Омни Слэшем. Вот. Я думаю, что команда Нави наступит в данном случае на грабли. Надо уже как-то то ли Дэнди давать фарм, то ли Дэнди собирать что-то повнятнее у Дэнди. Хекс, по идее, должен появиться. Но пока что вижу, что ничего себе Дэнди не приобретает. 3200 на руках у Дэнди. Еще 300 голды где-то до Хекса. Первым ударом баш у нас Трошана. Дэнди подприразвалила немножко. Ну и собаку здесь Дэнди убивает. Собака гирокоптеровская. Показали неуважение к Паше. Такой месседж, мол, ты следующий. Никс Ассасин в Инвизи. Вижена от команды Нави. Там, где Никс, нету. Ну что, забрали у нас Роху игроки команды Нави. Джаггер поднимает у нас Аегис. Хвост начинает наваливать по Паше. Ну и, в принципе, Хвост неплохо так отъедается. МКБ уже есть. Омни Слэш пошел у нас от Хвоста. Хвост летает то на Кентаври, то на Паше. Пашу должен убить. Хвост Блейдфьюри у нас входит. И Санейка. Сема Зе Слеера. Через Эхо Слем. Здесь огребет. Минус 4 уже от команды Нави. Никого не потеряли. Ну и делает у нас стэп-аут. Но, лан. Чуть-чуть скрим оф пейн не достал. Команда Нави не потеряла Аегис. Команда Нави просто 4 в 0 подралась. Пошел здесь Крик. А ну-ка, а ну-ка, на свет. Выйди, выйди. Нет, 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 нет. Нави зарабатывают 2 400 золота и 5 600 экспириенс. 8.22. Я думал, что украинцы здесь посыпятся. Хвост ничего так. Очень даже серьезно дрался. МКБ, Хеллингвард. Ну и может быть какое-то все-таки ощущение того, что можно сливаться один раз, позволило Хвосту более-менее хладнокровно в этом файте выбирать цели. И таким образом Хвост даже и Аегис не слил. Ну и на хэграунд уже заходит Нави. Что, подведем итоги. Что после файта у нас у Нави образовалось? У Фаника появляются деньги, чтобы наконец-то себе нормальные тапки купить. Потому что у Фаника, я смотрю, коллекция позапрошлого сезона. Есть у Шейкера. Уже Форстаф. Есть Блинк Даггер для Санейка. И есть у него 600 голды на руках. Квин оф Пейнт, в свою очередь. Сайд оф Вайс имеется. БКБ есть. У Дэнди еще и полторы тысячи на руках. Ну это хорошо, что Хекс появился для Дэнди. Это после файта, кстати. Прошлый файт без Хекса Нави проводили. Ну и у Хвоста 2 700 после манки Кингбара. Теперь, в принципе, практически уже есть деньги на башер для Джаггернаута. Тоже вещь очень даже приятная и обязательная. У Артстайла 942 на руках. Огним есть, есть Мидас. Ну и деньги продолжат капать Артстайл. То есть в файтах можно не участвовать. Давать Айс Бласт с километрового расстояния. Ну и тем самым зарабатывать. У Паши после Манта Стайла 3 200 на руках. Я думаю, что... Ну что, Паше? Паше тоже надо собирать МКБ. Ему бесполезно совершенно собирать бабочку. Потому что с руки-то хвост все равно будет ему таблицу разбивать. А вот дэмэдж какой-то нормальный, который позволит отъедаться, вообще Гирокоптеру лишним не будет. Я тут переживаю, как бы игра вообще не вышла в ту стадию, когда Гирокоптеру обязательно придется покупать рапиру. То есть, чтобы Нави так сильно не загнобили у нас Вегас Квадрон. Потому что по данному пику покупать рапиру на Гирокоптера и гнить под Омни Слэшем и под Абисал Блейдом, который, я не сомневаюсь, купит у нас Джаггернаут. Гирокоптера это не есть хорошо. И такой вариант Вегу точно не спасет. Ну что, Нави перемещаются на Т2. Тауэр падает без сопротивления. Последний внешний тауэр у нас на топе остается от команды Вегас Квадрон. Ну и Нави отходят. Нави отходят. На Ноуана никто не хотел напороться, никто не хотел умирать. Ну и по-прежнему у Джаггера есть в принципе Эйджис. Поэтому можно бы и ворваться. Можно было бы файт навязать. Все-таки размен будет в пользу Нави. Это практически со стопроцентной вероятностью. Если только они сами не зайдут, например, в Кенетик Филд и под статик Штормом не останутся гнить. То, конечно, для них должен быть в плюс размен. Ну и Хвост пошел сам отдаваться. Или хотя бы кого-то забирать, пока будет отдаваться. Сколько секунд я не видел? Было? Не было. Боишься? Хвоста просто фобия на эти торнадо. Маг поймал у нас хвоста. Просто байт на дебила получился. То есть пойдешь, не пойдешь. Хвост здесь пошел. Ничего не хочу утверждать, но это настолько тупорыло выглядело, что больно даже было смотреть. 11 тысяч Нави по золоту и по экспириенсу тоже 11 тысяч. Чеха Слэм в ноу-1. Айс Глаз тоже в ноу-1, а правда ноу-1 еще раньше развалится. Айс Глаз ни по кому не попадает, потому что ноу-1 уже в таверне. На Пашу врывается у нас хвост. Хвост начинает настреливать по Паше достаточно мощно. Статик Шторм под ноги хвосту. Хвоста есть, в принципе, встань и иди. Паша тоже у нас на лоу хп. Паша в опасности. Ну и фиссура от Шейкера. Фиссура, которая должна была открыть доступ в команде Нави к коллективу Вега Складрон. Сделала очень неприятную вещь. Нави втроем слились. Я не видел, байбэкнулся ли кто-то. Байбэкнулся у нас на ван. Пришел файт и напугал тем самым новей. 2-100 зарабатывает Вега Складрон и 5-900 по экспириенсу. Вот вам и пожалуйста. Вот и зашел хвост и слил половину хп и попытался убить здесь сову. Надо ли это было? Наверное, очень надо было. Только надо было это команде Вега Складрон. Они это получили. По колде немного, конечно, отыграли. Не критично, но после такой вертушки Нави, я думаю, что задумаются над своим поведением. Я видел, у Джаггера появлялся Квартер Став. Да, так и есть. Джаггер приобретает себе Квартер Став и будет что ли собираться в Баттерфляе. Ну да, теперь уже сомнений быть не может. Хвосту до Баттерфля еще 1000 голды. Ancient Operation слился в этом файте. Слился Дэнди в этом файте, который, кстати, выходит у нас... Если бы я не видел Нави в последнюю неделю, подумал, что Дэнди выходит у нас в Шивас Гвард. Нет, в данном случае, я думаю, Дэнди выходит у нас в Керасу. И МКБ тоже в скором времени для Дэнди будет. Теперь так у нас собирают Квапу в лейту Санейка. Прыгает на Соло Стадик Шторм по Санейка. Ну и скин этих хилда вышел. Глимс Санейка немножко не туда. Санейка, я думаю, очень довольна этим глимсом. В кустике его спрятали и можно отсюда уходить. Ну и Сомазе Слеер... Ой, Соло, точнее, здесь натерпелся. Так, по команде Вега Сквадрон. Что тут вообще по артефактам? Появляется Хипперстоун для СФ, а скорее всего, выход в Керасу. Есть БКБ, есть Манта Стайл, есть Мека. Ну и Паша... Так, Санейка доигрался, да, все-таки? Маг у нас в Хексе. Зарывается Маг, у него есть Агоним. Какой молочак, а? Ну, Дэнди у нас, Мага-то видит, и наорали прям в кучу. Просто из земли достали, из-под земли достали у нас Мага. Это как раз, кстати, тот случай, когда я тебя из-под земли достану. Мага достали. Развалили достаточно быстро оффлейнера. Хотя, конечно, попотеть надо было. Первый раз вижу, как убивают у нас Никс Ассасина вот в этом вот дерьмище, в которое он себя вкапывает. Ну, отомстили за Санейка. Достаточно неплохой мув. Хвост по Новану. Нован юзает БКБ. Зачем? Просто, чтобы было. Нован юзает БКБ, и Нован разваливается от Джаггера. Через Кинетик Филд пробегает у нас Хвост. Омни Слэш будет юзать, чтобы не глимсонули. Ну и Хвост у нас 2х забирает в этом файте. Ну, я думаю, что Нави теперь могут и Тавер забрать, да и на хайграунд зайти тоже не проблема. Нет, что это? Это не зеленый свет, да, для того, чтобы заходить на хайграунд. Да, будут заходить на хайграунд, но по мидлейну. В принципе, Хилингвард есть, поэтому команда Нави вообще не должна проседать по ХП. Ну и убить этот Хилингвард просто некому. Рэндж у Гирокоптера небольшой. Флэгкэнон дофига куда лупит, а конкретный ФИС, Рэндж, то есть под Хилингвард, просто подойти и ударить по Хилингварду, это значит здесь и остаться. Хекс есть, Джаггер тоже у нас. За Хекс развалить Пашу сможет достаточно быстро. Ну что, Хвост без БКБ. Блейд Фьюри включает Хвост, и Паша очень быстро сыпется. Ульта аппарата по Паше, Паша не жилец. Хвост может его оставить в покое. Минус 4 делает Нави, разваливает мид, и нижняя сторона тоже будет падать. Перемещается Нави на нижний лайн. Фаник, Кабаны, Шмабаны, все это, конечно, для Веги печально. Манда Вега Сквадрон пишет ГГВП. 40 минут на Тус Винцер, побеждают Вегу Сквадрон. Ну и каточка Best of Five уже 3 матча нам показала. И все 3 матча на самом деле очень даже интересные. Вега дали бой крупнейший в первой катке. Наказали Нави, и показалось, что, может быть, они на легком пройдут Нави. Ну, сейчас видим, что Нави не в том вообще расположении духа, чтобы команде Вега Сквадрон не самому именитому коллективу отдавать поездку в Сиэтл на Расслабоне. Нави сами Расслабоном пользуются на ура. Ну что, у них один шаг всего лишь отделяет команду Нави от прямого попадания в лан-часть в Сиэтле. Команда Вега Сквадрон у нас в одном шаге от поражения в данном гранд-финале и от попадания в битву за Вайлдкарта. Там рубка будет просто кровавая. Туда никому я не пожелал бы попасть. Вот, поэтому, конечно, Веге надо еще попыхтеть в данном файте. И здесь возможно все-таки забрать необходимый шанс, необходимую, вообще необходимые... Да ладно, все, услышимся через одну игру. Ой, точнее, услышимся через 5-6 минут на следующем матче, на четвертом матче между Натус Винсер и Вега Сквадрон. Ты эти предложения по полтора часа просто составляешь. С ума можно сойти. Все, 5-6 минут и переподключаемся к следующей игре. Не забывайте нажать фоллоу. Я вам еще раз напоминаю, нажмите фоллоу, потом выходите, занимайтесь своими делами. Только такие, вообще, мувы. Иначе вас с канала не выпускаем. До связи.